Здравствуй, дорогой зритель! Будем сегодня играть в Gears Tactics. Давно у меня не было никакой тактики на канале. А если точнее, то кроме Phoenix Point вообще никакой не было. Поэтому сегодня будет. Не только что вышла игра, скажем так, но зато уже все патчи и перепатчи должны были выйти. Значит, должно работать без всяких глюков. Это мой первый запуск. Так, поэтому те, кто сразу ждут профессионализма в игре, не ждите. Потому что это первый взгляд, по сути. Хотя я думаю, что из него все равно будет прохождение. В гирке я играл на Xbox в первую и вторую часть. В коопе мы с другом проходили. Было очень круто. Все следующие части я пропустил. Хотя вот вроде последние тоже на компе выходили. Но к шутерам у меня теперь, не знаю, не такое отношение, как раньше. Мне теперь все-таки больше стратегии нравится. Поэтому Вот между второй и, какая последняя, пятая, наверное, была. Я не знаю, что там в сюжете происходило. Но вроде как вот это к сюжету, к основному, имеет отношение мало. Сложность. Беда умная. Для опытных игроков, которые не боятся наказания за ошибки, а упорство, вы не можете перезапустить операцию и отметь действие. Ну давайте, давайте. Ага, точно ли? Вы уверены? Да уверен я, уверен. Давай. Стартуй. Так. Погнали. Акт 1, глава 1, переломный момент. Получайте доп. очки действия за казнь тяжелораненых врагов. Подойдите к врагу, когда на курсоре отображается значок «казнь». Если вы не в курсе вообще, что там происходит, есть некая планета. Я, кстати, сейчас вот задумался и даже не уверен, что это все на Земле происходит. В общем, какая-то планета, которая объята войной людей и локустов, саранчи. И вот эта саранча там людей захватывает, пытает, там убивает, все такое прочее. Творит беспредел свой саранчачий. А вот эта пушка называется лансер. И вот эта вот бензопила, ей реально можно пилить было. Подбежать и распилить. Мы поднесли огромные потери, на нас ничем не вставить. Что-то я зачитался и забыл прочитать-то все это. В общем, годы войны прошли. Жители Тируса, мои сограждане, сегодня коалиция нанесет ответный удар. Да, все-таки это не Земля, это другая планета. Эти мерзкие твари саранча не продвинутся больше ни на шаг. Я там задумался, почему написано «Новый враг», учитывая, что уже пять частей войны было. Ну ладно. Я, председатель Прескотт, распорядился нанести удар по всей поверхности планеты с помощью молота зари. Это было такое мощное оружие. В первой части даже, по-моему, было. По моему приказу, коалиция отправила пехоту в крупные города для зачистки выжившей саранчи. Если вы не успели эвакуироваться вовремя, знайте, что коалиция не заботит вашу жертву. Вот ты молодец. Простите нас другого выхода. В общем, молот в зари не всю планету накрывал. Вышено средовое. Если ты не подавил, не подавился лапшой от Прескотта, значит тебе все нипочем. Сержант, он хочет спарить весь мир, чтобы убить личинок. Встретимся ли мы вновь? Не знаю. Убежище ищешь? Ну ладно, заходи. Ты на звонок-то ответь. Возможно, это все персонажи из других частей, но я никого из них не узнаю. Есть особый приказ, сержант. Срочно отправляйтесь в кабинет генерала Беккера при штабе и заберите секретный документ. Подтвердите. Нет, вы бойцом ошиблись. Я работаю в автопарке. Вы получили приказ. Конец связи. Это, видимо, отсчет до удара молота-зари идет там 2 часа. Да, угадаю, ты тоже пойдешь. Но раз ты попросил... Самая стрёмная штука, которую я помню, это был ледяной дождь. Так, дальше пойдет пешком. Так, центр управления, вон аж где. Альдаир. О, локусты. Трутинь с хаммерберстом. Бойцы дальнего боя используют защиту и укрытие. Знаете, так, в стиле фильмов, да, там, когда на персонажа зависает картинкой с разных сторон. На надписи появляется ход противника. Я их вижу. Так, Трутинь промахивается по цели. По седу, да, промахивается. И по гейбу тоже промахивается. Много, да, четверо. Управляйте камерой или передвигая курсор. Поворачивайте камеру. Ну, понятно. Вообще, хотел, хотел подзумить это. Так, займи укрытие. Как-то... Мне как-то казалось, что она... Вот детальнее сделана. Настройки у меня включены на ультра. Но что-то мне... В превьюшных роликах... Подождите, подождите, не суетитесь. Дайте я посмотрю хоть, что происходит на крыше дома какого-то, да? Ну-ка, загляну. Может, у меня слетело, что... Да нет, ультра включено, все. Значит, казалось, что сделано все это круче. Это первая требовательная игра у меня. Ну, не считая секрет, который состоит из карты, но при этом отвиснет постоянно. Ладно, давайте уже к игре. А в укрытие? Ну, конечно, в укрытие надо бежать. Левая кнопка. Рутинг в доне обстрела. Атакую. Выстрелите трудня. Новое задание. Используйте один. Одно действие, восстановлению нету. Либо левой кнопкой, да? Тоже неплохо. Вероятность подания 100%. Крит 55. 230. А, крит удвоит, да? Крит удвоит. Ясно. Врагов, незащищенных крыть, тем легче убить, естественно. Чтобы выстрелить, используйте пробел или... Или пробел или левой кнопкой. Ну, давайте. О, в башню. Нормально. Так, используйте один. Можно понять, какую красоту стрелять? О, вот это дело. Ох ты, как все разрушается красиво. Да, не Феникс Пойнт, конечно. Не Феникс Пойнт. Левая кнопка, чтобы использовать движение. Ага. Белая линия показывает. Нужно подстрелить. Теперь мы его быстро завалим. Ну, давай, завалим быстрый вам. Тактический коммуникатор содержит подобные данные. А ваше версии, это же было уже. Используйте R, чтобы открыть или закрыть. Ну-ка, сейчас нажмем R. Ага. 65 на крит. Да можно и не закрывать, пусть висит все время. Ох ты, частичное попадание. Ну ладно, это обучалка. Тут понятно, все так и задумано. Я не думаю, что можно в обучалке проиграть. Даже на, как там упорство называется, да, этот уровень. Почти все способности бойцов, в том числе бег и стрельба, расходуют очки действия. Некоторые способности расходуют несколько очков действия. У каждого есть три очка, которые можно потратить. Молот не будет нас дожидаться до обеих личинок, чтобы мы успели укрыться. Да я даже не вспотел. Так, что хотят, чтобы мы их запилили, да? Ну давай запилим. Давай вот с этой стороны подкрадемся. Ну-ка сейчас я покажу прям анимацию. Да, смотрите, что творится пополам. Круто, да. Да, может быть стоит пройти там третью, четвертую, пятую части. Хотя, я не знаю. Остались еще очки действия. Где очки действия? Что-то я не наблюдаю их. Ага, два еще, да? Давайте спрячемся. Вот сюда, что ли? Вот сюда. Хватит добежать у него. Он потом выстрелит из-за угла. А, да, вот белая полоска. Но норм. И еще одну очку остается, правильно? Правильно. Боезопасно исходит. Вообще, все эти игры, как бы, цартические, вот эти, они примерно одинаковые. Давайте запилим. А вот, в общем-то, по-другому выглядит. А, потому что у него со штыком. Понятно, у него не пилат. Примерно все эти игры выглядят одинаково. В плане управления этих очков действия. Так, ты мастер своего дела, с чем я тебе нужен. Потому что кому-то из начальства ты не нравишься, сержант. Понятно. Так, нам внутрь бежать, да, надо? Вон туда, да? Ну, побежали потихоньку. Укрытие давай. Ага, вот и противник вылазит. Давай тебя тоже спрячем. Непонятно. А, вот дальность. Вот. Докуда видят. Так вот, мысль-то я не закончил. Все, это примерно выглядит как обычно, да? Там очки действия, ходы. Но есть нюансы. Поэтому сейчас я быстро вникну и потом. Давай вот сюда беги. А, он не дотягивается на туда уже. Тогда вон туда беги. Там хотя бы какое-то есть укрытие. Опа, палинка, да? О, жрут человека. А это какие другие твари-то. Без пушек. Тварь. Тварь. Да, в натуре тварь. Охотники ближнего боя. Сразу атакуют, если вы окажетесь слишком близко. Бегут. Ох. Четыре твари и два трутни еще, да? Э-э-э, что за дела? Я же был в укрытии. Блин, вот такие бесят моменты в любых играх, когда в следующую фазу тебя переносят и меняют твою позицию, которую ты там с трудом отбивал, с трудом занимал. А, и вот они хотят, чтобы я туда встал, да? Понятно. Я вот сюда хотел встать, тут повыше укрытиться. Можно? Можно я сюда, нет? Так, режим наблюдения. Ну, режим наблюдения обычный, как везде, да? Бойцы могут стрелять во время хода противника. Качество выстрелов равно количество очков действия. Вот это, кстати, удобно. В Феникс Пойнте один залп он дает, если нет у него. Хотя с Феникс Пойнтом сравнить, наверное, бессмысленно. Все-таки там инди-игра, а тут проект трипл-рекласса. Но при всем при этом, последнее, во что я играл, это Феникс Пойнт из тактики. Поэтому буду все равно сравнивать с ним. Так, дальше ближе, да? Ладно, вот эту обведем, как нарисовано. Так вот, в Феникс Пойнте один был выстрел. А здесь можно прям долбать без остановки. Ну, ладно, сейчас они быстро все покажут. Механики рассчитаны на тех, кто, наверное, первый раз в этом жанре. Ох, ох, и смотришь про все одновременно. Ох, не попал. Их ранили. И они перешли в режим наблюдения. Вопрос теперь, будут ли они лупить, если я буду лупить. Так, намигает пистолетик, да? Значит, надо перехватиться на пистолетик. Воспрещающий выстрел выведет. А, вон как выведет противника из режима наблюдения. Прикольно. Получено достижение. Ой, прости, сбиваю с мыслями. Но у тебя тоже есть пистолетик. Стой, стой, а ты что, все что ли? Боец авангарда уровень 1. Давай-ка второго сбей мне. А, он его не видит, все, понял. Так, бойцы кнопками не переключаются. Их 1, там их 2. Пушки F-ками переключаются. А бойцы, а бойцы не переключаются. Они не дают мне переключиться просто на бойца. Они хотят, чтобы он выбежал у меня туда. По их сценарию. Все, я думал, вот этим выстрелить или вот этим выстрелить. Но, ну да не судьба, ладно. Чего опять не так-то? Воспрещающий выстрел на восстановление. Значит, обычный надо стрелять ему в башню. Давай. Все. Не убил, кстати, просто ранил. Боезопасные исходы. Уже в тот раз были. Казни. Когда у врага не осталось здоровья, он может получить тяжелое ранение. В этом случае его можно казнить, примив к нему своему бойцам. А, переместив. За казнь раненого врага все остальные союзники получают одно дополнительное очко действия. Вот это хорошо. Казни. Используйте левую кнопку. А, вот. Выбрать действие. И использовать кнопку. И у того появится действие, и можно будет добить верхнего. Ну, кровяк-то кровяка, да. Да, появилось действие, и можно отстрелить. Ну, это дает, кстати, маневры. Маневры дает. Еще бегут? Еще трое, да? Надо попасть в центр управления, пока нас не поджарили. Давайте я вот этим... Еще, что, что? Перезарядка нужна. Понятно. Ну, давай в укрытии, что ли, встань до начала. Хотя, те чуваки ближнего боя, ну да ладно. Перезарядились. И давайте поставим вот туда. Пусть подбегают. А потом этого добьем. Тут же тоже перезарядку надо. Не пойму, от дальности перемещения зависит расход действия, или не зависит. Или пофигу, походил, значит уже все. Один из двух, два из двух. А, ну то есть меньше одного не потратить. Смысл тогда нету подходить. Буду стоять, целиться отсюда. Ближний бой. Зато два раза выстрелит. Ох ты, вдвоем. Одного, что ли, расколбасили? Это напрасно, ребята. Так, тот вдох сам. Давай, убивай его. Ух ты. Прокосячил. Вообще патроны кончились. А тут совсем патроны кончаются? Или перезарядку можно? Бесконечно. Бесконечная перезарядка. А в лучших традициях новых XCOM'ов. Но это грусть. Вот я не люблю в тактических играх вот это дело, что у тебя патроны бесконечные, и все, что тебе надо делать, это просто тыркать кнопку перезарядки. Ну, это прям совсем бредовенько. Так, ну побежали дальше. В этом плане, конечно, этот самый, как его. Phoenix Point по-логичней с этими, с патронами, с перезарядками совсем. Ну, красиво сделано, конечно. Unreal Engine. Все дела. О, а вон, смотрите, ох, там сколько. Зря я так близко вышел на последнее действие. Вот так вот встану. Может быть, прикрою чувака, если к нему твари побегут вплотную. Вот эту вот как раз. Творюгу. Эх, не добил, не добил. Четыре их там, да? Ладно, сейчас выступать придется немножко. Но не страшно. Что-то там суетится. А, это просто у меня поползла. Мышка поползла. Я думал, что-то... Ну, ладно, сейчас вот этим... А, перезарядка для начала. Отстреляемся этим, а потом, если уж придется, отойдем. Большое не видит никого, кстати. Не ты, не ты. А того совсем кончится от действия? Так, попутал я, попутал. Отходи. Я думал, вот этим подойти и... Вот он падет. Ох, нормально, так ударил. Мощно. И это, наверное, дотянется тоже, да? Да. Ошибочка. Ошибочка. Так, ну давай, пили его нафиг. Ох ты! А ты... Чего ж его не распилил-то? Ох, собака! Вот собака страшная. Давай сразу по тому, а то сейчас начну рука опасная, а он как обратно мне зарядит. Ничего себе. Не думал я, что какие-то сложности возникнут тут. Давай-ка туда будем целиться. Куда-нибудь. Регенерация. Это у него пассивный навык какой-то, да? 10% от максимума. Смотрите, красота. Все, наверное, сюда добежать и... И все, конец миссии. А у тебя нету, да, регенерация? 4% при убийстве. Ну, есть тоже. Пока никакая, но есть. Риверы над нами. Что мы ищем? Документы. Самые секретные на вид. Нормально так отправить. Видите, с документами, да? В офис, в котором документов хрен во тьма. Что? Еще успеем почитать. Мы с тобой влипли в веселое приключение. Нет, я сказал пресс-куту, что с меня хватит. Какие-то, видимо, отсылки к прошлым версиям. Смотрите, к прошлым частям. Сейчас, наверное, молот заридал, понет по городу. Да, вон, пошел огонь. Пора идти. Ты бы не смог всю жизнь прятаться в гараже Диас. Бегом! Ну, теперь понятно, как они весь город. Там же просто нескольких раздалков. Вернись в БТРО! Мышку отдайте. Ривер сбросил подкрепление. Ох, как они близко. Твари на подходе! И эти еще. Труки на подходе. Ох ты, еще. О, и они сразу в режиме наблюдения. Зачисти их осколочной гранатой. Отлично. Гранаты. Бесконечные гранаты, смотрите. Ёшкин кот. Ну, что-то как-то я уже начинаю. Ну, кидай, что ты. Бесконечные гранаты. О, аж по экрану. Смешно. Забрызганно. Смешно. Смешно забрызганно. Все неплохо сделано. Так качественно видно, да? Но вот эти вот штуки. Бесконечные патроны. Бесконечные гранаты. Ну, куда это? Я выбрал максимально сложный режим. Хотя, конечно, это механики надо менять, да, чтобы... Так, я могу подкрасться вот сюда, да? Он же меня не спалит. Долбануть ему в лобешник. А-а-а! Он спалит, когда я высунусь из укрытия. Понятно. А он еще и не добит, да? Недобиток. У тебя два действия всего, мужик. Так, у тебя бесконечные гранаты. А-а-а! Шесть ходов на восстановление. Ладно. Хоть так. А то бы я мог каждый ход гранатами кидаться. А, давай-ка свернем куда-нибудь в укрытице. Отсюда дотянешься. Дотянешься. Ну, это опять не добил ты его. Там здоровье было с Гулькин. Вылечит его. Вылечил его, смотрите. Теперь надо убивать два раза. Однако. Так, сейчас я собью с одного... Так, он под наблюдением... Сейчас вот этим я собью наблюдение. Вот с вот этого постараюсь. А, он того не видит. Он его не видит. Плохо. Стой когда отмена. Потому что я высунусь, и он выстрелит. Хотел снять с вот этого, а потом вот этим с того. Потому что этот сюда смотрит. Либо я могу снять выстрел, подбежать, распилить его, получить еще действие. Там нафиг надо. Буду стоять и стрелять отсюда. Так, а ты можешь воспрещающий выстрел сделать? И в того, и в другого, да? Ну, давайте попробуем в этого. Сейчас узнаю заодно, будет ли оно. Нет, оно будет все равно перехватываться. Понятно. Тогда нет смысла от такого воспрещающего действия. Того надо валить. Не попал. Это какой-то косой у нас, чувак. Он все время не попадает. Того, кстати, убили. Да, того убили совсем. А у тебя есть граната? Стим граната. А стим граната это не разрывная. А стим граната это что такое? Лечит и оживляет. Стой, стой, стой. Не задумай даже делать этого. Хотя, вот, давайте сюда стим гранату метнем. Пригодится. Так, ну и мне придется стрелять туда. Высовывать жаль за свою все равно. Ну и добить его уже совсем. Нифига не добит. Он еще израненный. Так, давайте казнь так же. Перезарядка нужна ему. Ему нужна перезарядка. Кустон отойдем. Вон туда, куда-то бежим. Давай вон туда по укрытисти немножко перебеги. Подкрепление. Громкий механический шум. Я первый раз запускал, не включил титры, а второй раз... Есть обход. А второй раз включил все титры. Теперь у меня громкий механический шум. Показывает. Вопли саранчи вдалеке. О, сейф. Банковский сейф. Бегом. Ну, много мультяшной анимации, конечно, вот этой. Круто. Прятались в сейфе. Охренеть. Прескотт хорош в одном. Он действует тщательно. Идем. Поищем обратный путь. Это все еще не закончилось. Поджарились корочка. Надеюсь, наш БТР не сгорел. за компанией. А то до бункера долгом пешком идти. Ой, да стойте, стойте. А, это вот куда идти, да? Понятно. Вернитесь к транспорту. Гейб нуждается в боеприпасах. Он нуждается в боеприпасах в том плане, что перезарядиться ему надо или все-таки они закончились? А миссия закончится, не закончится? А я не могу, да? У меня же... У меня же режим без всяких этих... Без откатов. Ну ладно, продолжим тогда. Думаю, тут не очень долго. О, ящики с снаряжением. Подойдите, чтобы взять. Завершив операцию, откройте ящик, чтобы получить мощное снаряжение. Так, хорошо, а где он? Эта операция пойдет... Ага, вот он. Пойдет тебе на пользу. Не скроем, что у тебя были блестящие успехи и вдруг ты сам себя сослал в гараж? Зачем бы вдруг? Чтобы свалить от Прескота с его миссией. Так. Я не вижу боезапас. А, 4 из 4. Понятно, вижу боезапас. И тут вижу боезапас. Просто тут была надпись, что кому-то там нужны патроны. Я думал, что они все-таки заканчиваются. Но нет, не заканчиваются. Давайте по одному. Ну беги и цапкой. У тебя сейчас выйдешь из укрытия, но вроде врагов нет пока. Обычный ящик. Думаю, мы старались не зря. Надеюсь на это, боится. Ты тоже никуда не дотягиваешься уже? Ладно, пошли. А может и неладно. А может и зря я так. Да и раз ранчи! Скоро полезут личинки. Так, наверх. От молоток Прескота никакого толку. Так, на какой наверх он предлагает улезть? Поднимать ящик. Ну, наверх. Тут вроде как... Вроде как один уровень-то, никак. Не как в Феникс Пойнте, да. Или есть какие-то лестницы? Вроде нет никаких лестниц. Ладно, давайте по-простому будем сейчас ныкаться. Ныкаться и отстреливать их. В общем, вроде гранаты можно было запечатывать раньше эти дырки. Ну, в шутере тут я не знаю. Ну, да. Да тут, наверное, тоже как иначе-то. Два неохота тратить. Давай вот сюда беги. Гранаты докинешь, нет? Установка, бросок. Нет, не докинет. Давай еще тогда на один, что ли, продвинься. Хотя я не уверен, что она запечатается не открывшись. Наверное, надо, чтобы она сначала открылась, а потом уже ее можно будет запечатать, довалить. Ладно, давайте сейчас просто выйдем на позицию, на обычную для ведения огня. И подождем, кто там вылупится. а потом уже все остальное. Все, ждем. раз, два, три. Три вражины. Дыра саранчи выпускает врагов каждый ход. Докройте с помощью взрывчатки после первой волны. Ну да, действительно, как я и подумал, что сначала их надо будет выпустить, а потом взорвать. Но оно так и работало. Хотя, конечно, в первую часть и во вторую я играл, мне кажется, какой был год-то. 2008, наверное. С помощью дыр саранчи враг получает подкрепление. Когда дыра откроется полностью, вы можете закрыть ее, бросив восходочную гранату. Дыру нельзя уничтожить, пока она не раскрылась до конца. Ну, ясно. А они нас, смотрите, все берут под под осмотр. Overwatch, да? Как оно? На русский. Если я вот сюда перекрадусь, я же смогу сбиться от этого? А, нет, смотрите, высказательный знак горит. Наверное, не смогу, значит, да? Проверил. Все, проверил. Не смогу. Ладно, теперь это известный, наверное, атаку. Стим граната. Тогда давайте собьем не с вот этого, а с вот этого. Не попал. Молодец. Давай еще раз. А, уже нельзя. Ну, туда ближнего добивай фиги. А, тебе метнуть гранатку. Он не дотягивается. Он все еще не дотягивается. Ладно, добивай этого. Не до конца опять чего-то. А бежать, казнить под присмотром двух врагов я не хочу. Ну, давай еще раз. А, воронину стрелять-то нельзя. Вон как-то же. А с третьего не может. Нет, может. Просто не попадает. Понятно. Сейчас еще полезу. Ближе надо подходить, дырку заваливать. Ох, ох, ох. Обошел нас как. Сильно обошел, да. Ага, ага. Попробуем сейчас еще раз сбить. А-а-а. И в ходовном остановлении нельзя сбить. Обычным залпом. Обычным залпом. Так, давайте, знаете как, где он? Прибьем вот этого. Ой, а почему пистолет-то? Жопа с ручкой. Это не то, что я хотел. Я хотел убить его одним залпом. Так, теперь я хочу. А у меня теперь ходов-то осталось один всего, да. Фигня. Хотел одним выстрелом убить, потом подбежать сюда и запечатать дыру. Хотя я могу на самом деле подбежать. Хотя не могу почему-то. Почему не могу? нет состоянии. Туда так близко я не хочу убежать. Ладно, тогда давайте съемлю. Ну, этот попадет под обстрел, ладно. Мощью перезарядиться придется. плохая позиция открыта будет здесь. Сюда уведем его. А, двойка уже. Ладно, беги, один выстрел вытерпишь. Гранату я тебе лечебную накину, а ты накинь разрывную вон туда. Есть. Теперь еще ты можешь казнь делать тут до кучи, чтобы лишнее очко действия получить. Гранатой, что ли? А, анимация не поменялась. Оружие гранаты придушил. Есть. Теперь я кину тебе лечебную гранату. Тот раненый, а вот этого мы сейчас с двух сторон я думаю прищучим куда-нибудь. Хотя он не увидит его там плохое место. не прищучим. давайте позицию поменяем. А, он может стрелять. Чешь я творю так. Подстрелили немножко. Но эту я специально подлечил. А вот этим сейчас я его добью. запилю запилю как нет не получается ну просто убей тогда его из ружья. Ага, теперь можно пилить видимо, да? Опять гранаты сейчас придушит, Возьми уже автомат. 5 ходов на установлении до следующей гранаты. Продолжаем двигаться тогда к цели к нашей. укрытие встанем по фронту. А ход нельзя перемотать-то? А, можно, да? Можно. Давайте завершим, чтобы они не растягивались далеко друг от друга. Ох ты! Еще 4. Мне бы подлечить вот этого мужика. Как его зовут? Ты кто вообще? Как его зовут? Пусть сидит тут ждет. Вот это гейб. Значит, мне нужно сида подлечить. Но до подлечения сида 4 хода еще надо тянуть. 2 3. Далеко бежать, конечно. ладно. Тоже возьмем сектор под обстрел. там 3 ближнего боя и 1 стрелок. Эти ближние бои вот эти да, мы перекосим. Нормально прям. Вот это мне нравится, когда одновременно они начинают стрелять. В Феникс Пойнте каждый вылазит и каждый по очереди. Здесь все-таки грамотно сделано, что объединено все это в один заход, скажем так. Есть граната? Нет гранаты. 3 дайте дальше тогда. Частичное попадание. Давай, давай. И не попал последний патрон свой. Ницели одного. А давайте двух других из пистолета добьем. У них здоровья мало. Зато не придется на перезарядку тратиться. Отлично. Так, перезарядимся. Здесь тоже перезарядимся. Все перезарядим. Блин нефиг. Здоровье все-таки убывает. можно делать. Распилим. да. Так, распил там дает ему убийство ему дает. Правильно же? Пассивный навык. Так, сид каждый ход восстанавливает. А, его нельзя выбрать уже, потому что кончились ходы. Ну, в общем, за убийство у него восстановление, так что нормально. вон, кстати, наша точка высадки. Я думаю, может быть, еще одно столкновение будет. Максимум. И конец миссии. Давай-ка наверх встань сюда. По контроль веона сверху. Ничего не видать. Ну, тогда вот сюда что-нибудь беди. аккуратненько. Все, победа. акт 1, глава 1. Завершить задание. Пассивный навык. Бонус к меткости. А, это то, что мы из ящика или нет? Нет, это не то, что мы из ящика достали. Получено достижение мир в огне. вы можете переместиться чуть дальше, применив скольжение к укрытию. Интересно. Диэз, оглянись, война продолжается, надо обсудить задание прескота. Эту личинку зовут Уканом. Эканом. Это не ко мне, я просто механик. Бункер. Бункер разворотили, пока нас не было. Рядов взрыва нет. А, рядовой этот. Это не из-за молота. Ясное дело. Это Укан. А вот она, начало игры, только Gears Tactics. Тактические гирьки. Что один мультик? Да уж. Из этой игры можно значит, на этот гараж ты поменял офицерское звание. В этой дыре хоть связь работает? Надеюсь, что нет. подряд. из-за игры вырезать все мультики, то получится кино, наверное, часа на два, а то и больше. подряд. Подполковник Диас, давно не виделись. я нынче сержант, председатель. Надеюсь, мы не зря выращивались от вашего молота. Но рад видеть, что ты не растерял талант, пока работал в автопарке. открывай. Это единственное фото существа по имени Укан. Он отвечает у них за генетику. Монстр, порождающий новых монстров. Трупники, Брумаки. Это его рук дело. Его нужно убить. О, Брумаки, да, крутые тоже были. Я больше не командир. Хватило мне гад Кориджа. Хандрой, прошлое не изменишь, Диас. Хочешь спасать людей? Не трать в пустую свой стратегический талант и прикончи Укана, пока он не скрипал что-нибудь еще более мерзкое. Много выделить не смогу. Людей и ресурсов нет. Постойте, если эта личинка действительно так опасна, мне нужны снаряжения и бойцы. Армия! Ты находчивый парень, бери к себе всех бойцов, кого удастся найти, а потом разберешься. Что ж, до того инцидента пригадка Риджи. Постарайся не повторить его. Блин, отсылки эти какие-то к частям, которые я не играл. Какая трогательная встреча. Раз такое дело, ты подчиняешься мне, а не Престону. Престону. Ясно? Ты босс. Как предположить, слесать. Идем, найдем еще бойцов. В оригинале он сказал, найдем еще шестеренок. Так, очков навыков два, очков навыков два. Повышение, повышение, убийство 11-17, казни, оживлено союзников. Ну, такой стандартный экран с бойцами после миссии. Колонна является вашей мобильной базой. Открывайте ящики со снаряжением на экране базы. Вербуйте новых бойцов по мере их появления на экране базы. Меняйте облик бойцов на экране казак... Облик бойцов, да. Да, мне спасибо. Используйте экран операции, чтобы взяться за новую операцию. Подтвердить. Так, я хочу ящик заглянуть. Что же мы нашли в ящике? Открыть. Устаревший лансер. А, ну, устаревший лансер у мужика у Сида. Так, что это ему подойдет штука. Следуйте по красным треугольникам в казарме, чтобы использовать новое снаряжение. Ага, вон. Да, есть покопошиться. Есть где покопошиться. Ну, ладно, копошение я уже не буду показывать. Я думаю, и так уже серия затянулась. Так что на этом приостановлю. Найду сейчас сейф только где-нибудь еще. Ну, ладно, тоже найду сам. Пишите комментарии, ставьте лайки, подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить продолжение прохождения. Я думаю, я эту игру буду проходить. Может быть, не очень часто, конечно, но тем не менее. И спасибо за просмотр. Пока.